Ребятки, всем огромный привет! Видео у Самвела и у Эдика новенькие не появляются в Ютубе. Поэтому, исходя из того, что ко мне на почту приходит каждый день много вопросов, там всякие они разные есть, и с оскорблениями, и с упрёками, и очень много людей интересуются моей жизнью. Поэтому я решила сделать небольшой видеовлог и ответить на те вопросы, которые я посчитаю нужными. Так что, кто ждал обзоров, сугубо обзоров, можете заняться своими делами и не смотреть это видео. А кому интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Немножечко побеседую, расскажу всё, о чём вы меня спрашивали. Ребят, вот такой вот есть блокнотик. Я сюда выписала некоторые вопросы, которые более часто вы задаёте, и вас они очень сильно интересуют. Итак, поехали! Почему я удалила последнее своё видео? Пару слов я об этом скажу, потому что даже в комментариях, вот в последнем моём обзоре вы задаёте и задаёте вопросы, постоянно они звучат и звучат, каждому отвечать очень сложно. Вчера вечером, поздно вечером, я выложила небольшое видео с обращением к Самвелу по поводу этого Алексея. Сказала не только своё мнение, чтобы Самвел был осторожней, аккуратней и как-то серьёзней относился к тому, что он кричит, говорит, потому что это чревато последствиями. Долго рассусоливать не буду, надеюсь, всем всё понятно. Потом мне нужно было его, конечно же, удалить, потому что, ещё раз скажу вам, чревато последствиями. Удалила и очень надеюсь, девочки мне там в комментариях написали, что до адресата они донесли информацию, которую я говорила в своём видеовлоге. Дай Бог, чтобы разум восторжествовал и у всех людей, чтобы вообще всё было хорошо. Кто понял, ребятки, меня, кто смотрел это вчерашнее видео, тот в теме, конечно же, человек находится. Итак, ребят, пишут много очень неупрёков и говорят, что я как будто бы протеже Самвелла являюсь, что Самвелл меня отлично знает, и у него падают просмотры на канале. Я, кстати, не заметила, чтобы у Севки падали просмотры. Поэтому он создал такой проект, как Анжелика Снежинская. И я, я со своими мизерными подписчиками, ну, как-то грубо звучит, мизерное количество, маленькое количество подписчиков продвигаю канал Самвелла вперёд. Вам самим не смешно это слышать? Нет? Я уже тысячу раз об этом говорила. Так вот, народ, услышьте меня, пожалуйста. Никаких контактов у меня нет от Самвелла. Ни телефонов, мы с ним не переписываемся. Это было бы смешно. Мы абсолютно чужие люди. Ну, хотите, верьте, хотите, нет. Мы живём в разных городах. И уж если бы у меня были какие-то контакты, вот даже вчерашнее видео я бы не записывала и не обращалась к нему через экран. Наверное, проще позвонить по телефону, правда ведь? И что-то сказать человеку, что ты хочешь донести до него. Ой, Господи, сколько у вас фантазии. Почему я не делаю трансляции? Сколько людей просят? Анжелика, уже нас достаточное количество. Вот для меня маленькое количество. Люди пишут, нас уже много и мы в тельняшках. Давай сделаем трансляцию. Миллион раз объясняла. Ребята, у меня айфон. Я даже не знаю, какой он там, шестой, какой там, седьмой. Я не знаю. Вот он, как подарил мне сын, так он у меня и есть. Давненько это было. Я пробовала для себя поснимать и, то есть, включить трансляцию. Это плохое качество. Видеокартинка плохая. Вы не будете это смотреть. Покупать сейчас специально, вот который раз уже объясняю, еще камеру дополнительно за какие-то деньги там, я не знаю, они дорого стоят, 20-30 тысяч гривен. У меня нет надобности. Ну, мне что, некуда выбросить тысячу евро? Я не буду просто этого делать. Если когда-то вдруг я увижу, у меня там 50, 60, 70 тысяч подписчиков, да? Ну, может быть тогда. Поверьте, есть в жизни какие-то свои дела, где не помешают мой заработок, вот который я зарабатываю в Ютубе, на который я, кстати, вообще не рассчитывала, и вдруг он свалился мне на голову. Кстати, по этому поводу тоже у вас очень много вопросов. А сколько домыслов? Вот на почту только за вчерашний день мне пришло 21 сообщение, что я накручиваю просмотры и накручиваю себе подписчиков. Я, честно говоря, даже не понимаю, как это вообще можно накручивать, где это можно делать. И если бы, я вот так себе думаю, легко и просто было накрутить просмотры и срубить десятки тысяч долларов себе зарплату, потому что зарплата в Ютубе зависит от количества просмотров. Наверное, мы бы все были миллионерами. Верите, не верите, я честно вам говорю. Я не знаю, как это делается, где это нужно делать, с какого бога куда подходить. У меня вот есть мое количество подписчиков. Вот оно у меня и есть. Сколько вас там? Сейчас скажу, ребят. Вот стоит комп у меня на столе. Сейчас скажу. Нет, это надо переключать на мой канал. Вот, услышали, да? 11 тысяч и 4, там 478, по-моему, но это долго будет. Я буду заходить в аналитику, а вы будете сидеть ждать. Неинтересно вам будет. Вот они и есть. Почему у меня так они растут? Вы мне пишите на почту, так не бывает. Как это они у тебя растут, эти подписчики, как грибы? А я знаю. Я не знаю. Ребят, как они растут? Ну, люди подписываются. Ну, и слава богу. Может, кто-то и отписывается, и забывает отписаться. Вернее, перестает смотреть, да, я хотела сказать. И забывает отписаться. Может быть и такое. Ну, подписывается и подписывается. Мне хорошо, ура. Ну, поймите одно, зарплата моя зависит не от количества подписчиков. Вообще, все равно, сколько вас там. Вот набрала я в самом начале, да, за первые дни, тысячу подписчиков. Это условия Ютуба. Чтобы включили монетизацию и 4 тысячи часов просмотров. А потом, мне вообще по барабану, сколько у меня тех подписчиков. Для меня главное количество просмотров. Вот эти вот часы. Это главное и влияет на зарплату. Как их накручивать? Зачем их накручивать? Вот этого я, ну, абсолютно не понимаю. Дальше. Про пошутку моего. Перекормленный и толстый. Очень меня там критикуют. Что я перекормила кота. Какой он у меня больной и несчастный. Он жирный. Ребят, еще раз. Паша очень большой. Да, его вес 12 килограмм. Но поверьте, мы с Андреем следим за своим животным. Мы его очень любим. Холим, лелеем. Постоянно посещаем врачей. Делаем всякие процедуры. Я не буду вам даже это рассказывать. Потому что, может быть, вы будете смеяться. Это такие индивидуальные процедуры. И с жопками, и с ушками, и с коготочками. Понимаете? И зубки я ему чищу. Да, мы это делаем. Мы его очень любим. Маленький плюшевый медвежонок такой. Он не перекормлен. Все врачи, и там в Европе он был с Андреем, сейчас вот здесь, мы уже два раза посещали клинику, померили по длине, по ширине грудной клетки, по высоте лапок. Его вес нормальный, соответствует нормам. И у него очень плюшевая набивная шерсть. Если эту шерсть состричь, она где-то вот такой вот высоты. Если ее состричь, он будет намного выглядеть худее, понимаете? Но так как он приехал уже вот и осень на носу, я стричь его не буду. Потому что, ну, впереди зима, не нужно этого делать. Можно кота постричь и то не на лысо. Это запрещенный вообще такой ход. Хотя я вижу, часто хозяева прибегают к такому методу. Это неправильно. Кот от природы должен быть в шерсти, если он не галашерстный, да, рожденный. И шерстка должна быть. Слой можно снять, но оставлять хотя бы 2 сантиметра обязательно нужно. Пашка у нас не жирный. И потом, 12 лет коту, как вы думаете, он как-то эти годы прожил? Если бы он был больной, жирный, наверное, бы он не дожил уже до такого возраста. Уверяю вас, он проживет и 20 лет. Главное, чтобы у меня было еще здоровье. Чтобы Паша был вот возле меня, да, рос живой, здоровый, игривый. Чтобы еще хозяева были здоровы. Вот главное условие. Чтобы была возможность за котом ухаживать. Фамилия моя. Моя фамилия не дает никому покоя. Хорошо, рассказываю. Ведь никто никогда ничего не скрывал. В соцсетях я везде в открытом доступе. Давным-давно я не пользуюсь одноклассниками. Потому что, ну вы знаете, на Украине для нас это закрыто. Но в телефоне какие-то там люди программы устанавливают и пользуются. Так как я ездила из страны в страну, летала. Я давно, мне за безнадобностью, ребят, было. Я давным-давно перестала пользоваться такой соцсетью, как одноклассники. Но там открыта моя страница. И там, по-моему, фамилия Катко фигурирует. Рассказываю. Я не знаю, может быть, это какое-то преступление. Девичья моя фамилия. Катко. В школе я была Катко. Потом я вышла замуж и стала Снежинской. Это были студенческие годы. Родился сын. И я благополучно разошлась с мужем. Прожили мы всего-навсего два с половиной года. Через полгода я вышла замуж. Вернее, вру. Я встретила Андрея. Еще через полгода, потому что год общего времени. Я вышла замуж и благополучно живу вот уже до 53 лет вместе со своим супругом, любимым, дорогим. Моя-моя половинка Андрей. Фамилия его? Сверида. Но фамилию я не меняла. С одной целью. Потому что для меня она очень красивая. Снежинская. Зовут меня Анжелика. Я ее оставила. А потом еще. У меня сын под фамилией Снежинский. И чтобы я с сыном не была на разных фамилиях, ну, как-то странно, я оставила эту фамилию. Иногда пишите мне комменты. Ты становишься похожа на сам Белла. Вы знаете, я вам признаюсь. Вы знаете, я вам признаюсь. Вот окунувшись в эту жизнь ютубовскую, я начинаю вот где-то, где-то севку понимать. Иногда хочется, вот почитаешь вот эти вот придурковатые какие-то обвинения, и думаешь, кто тебя вообще смотрит? Или дебилы какие-то, или может быть действительно с каких-то психушек люди, ведь это тоже может быть. Может, какие-то заболевания у людей. Я не имею в виду всех своих зрителей. Понятно, что все нормальные, здоровые, адекватные, грамотные, разумные люди. Но вот попадаются вот такие экземпляры, и ты думаешь, иногда, ну, я же живой человек, хочется так послать смачно. Ну, правда. Ну, возникает у меня такое желание. И я вспоминаю тогда севку. И думаю, блин, а ведь он хлебает, слушает. Ой-ёй-ёй-ёй, сколько. Ото всех нас, от меня, от вас, от всех. Да, он заслуживает. Вот за свое поведение бывает, когда он вообще абсолютно выкладывает ненормальные, я считаю, трешевые видео. Да, он таких слов заслуживает. Но, ребят, когда с вами нормально по-человечески общаешься, разговариваешь, все вам рассказываю, всегда честно все говорю. А тебе вдруг такие закидоны приходят? Думаешь, блин, алё, где я, куда я попала и где мои вещи? Народ, как-то дружите с головой. Хочется очень вас призвать к этому, правда. Ой, дальше. Сколько я зарабатываю? Ребят, вы хоть одному блогеру когда-нибудь задавали вопрос? Вам кто-нибудь отвечал, сколько человек зарабатывает? Ну, вот мне просто интересно узнать. Вот вы все спрашиваете, потом пишите мне на почту, ты такая-сякая, ты рубишь бабло на самвеле. Да я что, одинокая? Хорошо. А Малахов, который в телеке передачу свою снимает, показывает, он на ком рубит бабло? На людях, на историях каких-то, про людей. А все остальные передачи, а в ютубе все остальные люди. Кто-то когда-то на ком-то что-то зарабатывает. Это норма жизни. Вы упрекаете в норме, в том, что я живу по правилам. Это правила ютуба. Они не запрещают этого. Если бы было запрещено, давным-давно канал бы был заблокирован. Вы согласны со мной? Правила ютуба, платформы ютуб, разрешает и позволяет. Это норма. Если я увидела какое-то видео в ютубе, а то есть видео или Эдика, или Дианы, или Самбелла, или Коли, вышла сама в эфир и поговорила об этом, обсудила свои мысли, озвучила, это не запрещено. Главное, чтобы не было матерных слов, низких оскорблений, жестоких каких-то высказываний или видео, какого-то трэша. Вот этого, чтобы не было. Если я с вами разговариваю нормальным, правильным языком, культурным, нигде не перегибаю палку, это все допустимо. В чем вы меня упрекаете? В том, что я зарабатываю деньги? Да, я их зарабатываю. Я зарабатываю, это правда. Я же не просто так сижу здесь, выхожу, трачу свое время, чтобы вас поразвлекать. Нет. Каждый блогер, не блогер, как угодно назовите, человек, который выходит в эфир, он выходит для того, чтобы заработать копейку. Вы удивлены, для вас это какой-то секрет я открыла. Или вот те люди, которые задают такие вопросы, упрекают меня в этом. Вы глупые совсем? Мало того, что вы демонстрируете свою глупость, вы еще сами признаетесь в том, что вы настолько глупые, что сами эту копейку заработать не можете. И упрекайте другого человека в этом. Потому что если бы вы сами могли так легко, как вы думаете, вам так кажется, что все так легко, заработать эту копейку, сядьте рядом со мной, у себя дома только, откройте канал, выйдите, как я, на такой же кухне, с черными шкафами или белыми, пофиг. И поговорите, и заработаете те же доллары. Нет. Вы человека гнобите, унижаете, оскорбляете, упрекаете, все что угодно. Потому что вам это не дано. Дальше, ребят. Покажи, покажи на экране, потому что это вранье, что у тебя столько просмотров и столько подписчиков. Я на экране, вам еще должна показать что-то. А сейф свой вам не открыть, не показать. Куда вы еще хотите заглянуть? Куда? Под одеяло ко мне. Куда еще? Ребят, вы когда вот пишите вот такие послания мне на почту, смски, вы вообще думаете, как вы выглядите в моих глазах? Я понимаю, что вам все равно. Но я же тоже понимаю, с кем я общаюсь. Кто вы? Что вы за люди? Чего вы стоите? Вы сами себя унижаете. Зачем вам это надо? Я делаю обзоры. Если вам интересно, оставайтесь со мной и смотрите. Пишите комментарий, высказывайте свое мнение. Если вам не интересно, забудьте о моем канале. Уйдите с него. Не смотрите. Идите на другие каналы. Поищите то, что вам нравится. Зачем вы свою нервную систему рвете в хлам на части, нервничаете, психуете, матерными словами оскорбляете, и вам еще нечего делать, как сидеть и писать какому-то чужому, абсолютно, вообще, человеку, которого вы никогда не видели, не слышали, не знаете, кто я, какая я, откуда, что. вы строчите письма с оскорблениями и упреками. Вот назовите себя сами. Вы нормальные люди, нет? Девочки, там было еще очень много всего, но у меня уже двадцатая минута пошла. Я ответила на какой-то десяток вопросов. Следующий обзор будет вечером, если выйдет новое видео у адамянов. Всего хорошего. и невзирая ни на что, все будьте здоровы, никогда не болейте. Всем пока.